Аутро ТВ продолжается, сегодня мы говорим о семейных ужинах, ну и вообще тема здорового питания, надо сказать, в последнее время становится все более актуально, но много, мало вернее, кто задумывается о том, где, кем и как были выращены вот эти вот овощи, которые попадают нам на стол и как нам помогают удобрения. Сегодня расскажет директор специализированного предприятия Николай Боярский, академик медико-технических наук Российской Федерации и Европейской Академии Естественных Наук город Ганновер. Вот такой чудесный гость у нас сегодня. Здравствуйте, Николай. Доброе утро, Николай. В декабре не рановато ли об удобрениях задумываться? Нет, в самый раз. Почему? Потому что у нас больше 100 миллионов населения питается за счет приусадебного хозяйства. То есть участка. Это дачи, приусадебный хозяйство. Это раз. Сейчас, кажется, время подготовки почвы для выращивания рассаду. Почему? Потому что, ну вот существует мнение о том, что вот почву там для выращивания надо пролить кипятком, пропаять, пролить марганцовкой, пропаять в духовке там и так далее, и так далее. Зачем? Чтобы она была более плодородной? Это не ко мне вопрос. Знаете, а вот у ваших соседей там, в соседней области, там вообще в этом году, в феврале месяце вышла программа о том, что землю нужно еще и подержать в микроволновой печи 10 минут. И только потом уже. И только потом высаживать. Понимаете? Ну это полная глупость не состояется. Почему? Потому что есть законы природы. Как только мы повысим почву выше плюс 45 градусов, начинает гибнуть полезная микрофлора. Плюс 55 градусов. Второй закон природы. Начинается распад гуминовой кислоты. То есть основой природы является гумус. Основой гумуса гуминовой кислоты. Третий момент. Когда мы почву пропариваем, прожариваем, то есть у нас идет что? У нас идет уничтожение полезной микрофлоры и остается болезнетворной микрофлоры. Почему? Опять закон природы. Ну, это у любого медика спросите. Болезнетворная микрофлора гибнет, когда притянули 180 градусов Цельсия и выше. Ага, а полезные они... Плюс, ну, у нас с вами плюс 41,5 градусов, у нас уже полулетальный исход нарушается. Поэтому это всё. Поэтому нами созданы вообще препараты на основе чистой гуменокислоты и микробиологии. Я сразу говорю телезрителям о том, что гуматы, это соли гуменокислоты, это органоминеральное соединение. То есть соединение со счёт, с едким калием, либо едким натром. И там превышение щелочи где-то идёт выше 8%, как минимум. А там, где есть опять закон природы срабатывает, микробиология точнее, там, где превышение щелочи идёт выше 4%, там начинается гибель полезной микрофлоры. Опять нюанс, да, опять удар. Поэтому мы создали чистые гуменовые кислоты, это первый препарат. Чуть ниже я вам покажу его. И второй препарат, это гуменокислоты и микробиология, штамм естественного происхождения. Ну, давайте об удоверениях чуть позже, а прямо сейчас просто скажите, а это вообще возможно, экологически чистые продукты? Значит, ну, перед вами человек, основатель всей теории и практики экологически чистого земли, не только в России, но и в мире. Я могу сказать, как бы вот Европа к нам плохо бы не относилась, да, ну, это вот, извините, политические нюансы, да, пока мы их уберём в сторону, всю эту политическую составляющую, там пускай другие занимаются ею. Но европейцы, вот эксперты Евросоюза, они первые признали, что да, действительно, Россия создала абсолютно новый вид, скажем так, и новую теорию и практику экологически чистого земледелия. Основана она на чём? На экологически чистых препаратах, естественно, природном происхождении сырья, с повышенной экологичностью и работающей на биохимическом и микробиологическом уровне. То есть, ещё раз подчеркиваю, о чём идёт речь. То есть, мы заменили минеральное удобрение, мы заменили навоз, перегной, компост заменили, да, торм заменили, сапропель заменили. И химические средства по борьбе с болезнями заменили. То есть, вот, пять составляющих. Плюс, мы раскисляем почву, убираем проволочника, мы убираем с помощью препаратов, не уничтожаем, подчёркиваю, антонические условия для проволочника и колорадского ЖК. Николай, подождите, я просто напомню, что сегодня у нас в гостях директор ООО «Биобан» Николай Боярский. Итак, Николай, какой вид удобрений предлагает Ваша первая? Итак, два препарата. Препарат «Флорэс» – это чистые гуминовые кислоты, я подчёркиваю, не гуматы. И препарат «Фитопфлорэс» – это гуминовые кислоты и микробиология. Вот эти препараты позволяют выращивать экологически чистую продукцию, позволяют заменить всё то, что я сказал. С помощью данного препарата нейтрализуются в почве химически-агрессивные вещества и создаются условия для развития полезной микрофлоры. Плюс идёт тяжёлый металл из активной формы в энергию приводится. Это раскисление рассады и расчелачивание почвы. Ну и самое главное, что оба препарата, когда мы применяем, мы воздействуем не только на плодородный слой почвы, но и на неплодородный слой почвы. И сейчас, когда мы будем выращивать рассаду, мы как раз будем применять вот данные препараты. Ну а всё более подробно мы вас приглашаем на выставку, презентацию и продажу препаратов. Это, скажем так, вот в ближайшую субботу-воскресенье. Это где у нас будет ДК Железнодорожников, это у нас будет ДК Аджиникидзевский и ДК Урал будет. С 11 до 13 часов вход свободный. И телефон нашей горячей линии 8 800 250 23 88. 8 800 250 23 88. Мы вас ждём на презентацию. Там же можете приобрести препараты Флорес и Фитов Флорес. И выращивать в себя экологически чистую продукцию. Тем более, вот сейчас уже время подготовки. Там мы подготовки почвы для выращивания рассады. Там мы всё более подробно расскажем. Есть у нас брошюры и есть сайт у нас bio-ban.com, либо bio-ban.rf. На этом же есть 9 учебных фильмов, где показаны о порядке применения экологически чистых препаратов Флорес и Фитов Флорес. Дальше на презентациях будет диск. Я хочу подчеркнуть, что мы проводим в субботу и воскресенье, в ближайшую 13-14 числа. Это ДКЖ на вокзале. Это дворец культуры Урал. И это дворец культуры Аджиникийский. С 11 до 13 часов вход свободный. Презентацию, продажу, удобрение. Там будут специалисты, которые ответят на все ваши вопросы. Надо сказать, вы очень серьёзно подготовились. Это действительно так с учебными материалами. Это что, так сложно, нет? А это чтобы заранее люди почитали, знали, и потом у них всё росло и колосилось. Тут дело в том, что мы работаем с населением от Сахалина до Калининграда. Ух ты ж. И от Якутии мы работаем и до южно-подбрюжья нашей страны. Плюс работаем с дальним зарубежьем. Помимо того, что мы разработали теорию и практику экологически чистого земледелия. Если брать в ближайшее время, мы для Крыма разработали закон об экологически чистом земледелии. Это раз. Ну и человек, сидящий перед вами, является членом комиссии в ряде приправительских государств, где разрывается закон о продовольственной экологической безопасности. Спасибо, Николай. Приходите на выставку. Будет у вас возможность и с уникальным человеком, и с уникальными препаратами познакомиться. Напомним, сегодня у нас в гостях был Николай Боярский, академик медико-технических наук Российской Федерации и Европейская академия естественных наук Город Ганновер, директор ООО «Биобан». Прямо сейчас небольшой коммерческий перерыв, потом мы продолжим наше общение.